Друзья, всем привет! Европейским компаниям без российских ресурсов стало сложно получать финансовую прибыль, но еще труднее им реализовать свои активы в России, которые они даже не могут продать по той схеме, на которую рассчитывали. Всему причины новые российские условия, которые обойти невозможно. Немецкая нефтегазовая компания Уинтершел Ди вполне ощутила это на себе. Во-первых, в нашей стране теперь невозможно совершать сделки крупным предприятиям в любой момент, когда им заблагорассудится, для этого вначале необходимо получить разрешение специального регулятора, в который входят представители разных ведомств и уговорить их дать разрешение на сделку просто невозможно, пока не будут выполнены требования российского законодательства. Нефтегазовая компания Уинтершел Ди являлась партнером Газпрома по строительству газопровода СПГ-2, того самого трубопровода, который прямо по завершению строительства вдруг столкнулся с серьезными ограничениями. Но так чему же удивляются в немецкой компании, когда им не дают в России разрешение на продажу активов? Германия долгие годы за счет российского газа обеспечивала рост своей экономики, а теперь мы видим, что без недорогих российских ресурсов их промышленность буквально не может функционировать, как прежде добиться, просто нереально. Немецкие политики создавали непреодолимые барьеры для Газпрома, а теперь в немецкой компании требуют, чтобы Россия не мешала им продать активы по рыночной стоимости. Однако точно так же, как в Германии не слышали Газпром, аналогичным образом поступаем и мы, мало ли что они там требуют. Естественно, строительство газопровода не единственное, чем занималось у Уинтершел Ди в России. Они имели доли в совместных с Газпромом предприятиях, в том числе на южно-русском месторождении, которое, к слову сказать, является самым крупным в России. Теперь вы понимаете степень интеграции данной немецкой компании. Очень интересно, что в России вышел указ, который позволяет отбирать чужие активы иностранных компаний в ответ на аналогичные действия со стороны зарубежных коллег, поэтому говорить о том, что Уинтершел Ди получит финансовую прибыль от продажи активов, я бы не стал, активы просто переведут в российскую собственность. Соответственно, убыток, который рассчитывают зарегистрировать в немецкой компании в размере 5,3 миллиарда евро или 477,2 миллиарда рублей, в надежде получить 50% от полной стоимости активов, можно будет умножить в два раза, ведь им ничего не отдадут. А зачем? Если кто-то хочет им заплатить, то пусть делает это из собственного кармана, но это будет противоречить российскому законодательству, и так рисковать просто никто не станет. Компания уже начала выводить персонал, иностранные управляющие уже уезжают домой, больше им управлять в России никто не позволит, и в Санкт-Петербургском офисе осталось всего 46 человек. Если до указа об изъятии иностранной собственности в Уинтершел Ди говорили о том, что процедура выхода из российских активов остается неопределенной и перспективы не ясны, то теперь можно смело сказать, что перспектив выхода просто нет, они ничего не получат. За это можно поблагодарить немецких политиков, которые обеспечили изъятие российских активов Газпрома и Роснефти в Германии. Но самое интересное, что в немецкой компании сообщили, что не видят перспектив в сотрудничестве с Россией в энергетической сфере, то есть они владели самым крупным газовым месторождением в России, выкачивали огромные финансовые средства из нашей экономики, а теперь они не видят перспектив для продолжения своей работы. Но разве это не восхитительно? Я думаю, в России никто не огорчится по данному поводу, если немецкая компания больше не сможет зарабатывать на наших ресурсах. Наверное, они не сильно рады тому, что их требования не создавать препятствий для продажи их активов в России с улыбкой проигнорировали. Ставьте лайк, если не сильно расстроены тем, что немецкий нефтегазовый гигант уходит из России и не может продать свои активы, которые, видимо, просто заберут в пользу наших компаний. Очередной российский ответ на действия Германии вызвал удивление и непонимание, словно там ожидали другой реакции. Как только Россия начинает отвечать европейцам, это сразу становится поводом для их огорчения и появляются возгласы про чрезмерность. Немецкая дипломатия раньше сводилась к получению недорогих российских ресурсов и это было ключевым аспектом нашего двухстороннего взаимодействия, да вот только теперь эта политика уходит в историю. Вместе с желанием России обеспечивать своими ресурсами всех, кого попало. Не успели в России озвучить ответ на высылку российских дипломатов из Германии, как в ФРГ сразу выступили с требованием не отвечать так несоразмерно, якобы это слишком чрезмерно и нетранспарентно. В принципе, эти просьбы можно понять, ведь Россию теперь обязаны покинуть сотни сотрудников немецких дипломатических и иных ведомств. Паковать чемоданы обязаны работники дипломатической сферы, помощники дипломатов, государственные служащие, учителя, культурные посредники. Такие как сотрудники Института Гёта и школы Фридриха Газаи в Германии это вызвало огромное недовольство, ведь теряется возможность продвигать в России немецкие культурные и экономические интересы. Некоторые вообще предлагают перенести посольство Германии в дальние края. В Берлине потребовали от России прекратить подобную практику и не отвечать на высылку российских дипломатов, но все уговоры не высылать немецких дипломатических и культурных работников остались в Москве неуслышанными. Немецкие озабоченности просто проигнорировали и приказали собирать чемоданы сотням данных сотрудников буквально в ближайшее время. Я думаю, что в МИД Германии не очень хорошо подумали перед тем, как сказать, что российское решение о высылке огромного количества работников дипломатии и культуры является непонятным, односторонним и необоснованным. По поводу непонятным я еще могу согласиться, ведь судя по действиям немецкой стороны там действительно не понимают, что делают. Квалификация прыгающего на батуте специалиста, которому доверили министерство, действительно оставляет желать лучшего. Необоснованным, это, конечно, слишком громко сказано, каждый в России понимает, что они это явно заслужили и это только начало. Теперь в Германии уверены, что должны поступить подобным же образом, но тогда российский ответ вновь вызовет непонимание. Достаточно вспомнить, как у Германии было отобрано право управлять многомиллиардными энергетическими активами Унипер в России и запрещено выплачивать им дивиденды, и это стало ответом на отъем собственности Газпрома и Роснефти в Германии. В ФРГ тогда тоже сказали, что не понимают данного решения и требовали вернуть активы Унипер, но в ответ над этими требованиями лишь громко посмеялись. В Берлине продолжают демонстративно разрушать российско-немецкие отношения во всех сферах. Недавно они заблокировали счета Российского культурно-просветительского центра и очень удивились тому, что Россия в ответ заблокировала банковские счета Института Гёте. В России требуют не восстанавливать в Финляндию поставки нефти. Прошли те времена, когда в России тщательно заботились о чужих финансовых интересах и Европу просто взяли и отодвинули от выкачивания российских ресурсов, что вызвало, конечно, непонимание и удивление за рубежом. Финляндия больше всех в Европе импортировала марку нефти Юрлс. Напомню, эта марка получается путем смешивания тяжелой нефти Урала и поволжья с нефтью Сайбериан Лайт из Западной Сибири. Процесс смешивания происходил в системе трубопроводов транснефти, контролируемой государством. Я понимаю, что близость расположения к нефтяным терминалам Балтийского моря делала доставку российской нефти недорогой для Финляндии и это приносило главному финскому нефтеперерабатывающему гиганту Нистеуэл огромную финансовую прибыль. Но теперь ситуации изменились, в России начали искать других покупателей. Когда в России запретили чужим компаниям из недружественных стран владеть активами в нефтегазовом секторе, это естественным образом привело к нарушению сложившихся сложных логистических цепочек, по которым иностранные владельцы перенаправляли российскую нефть в другие страны. Появились новые возможности. Чужие представители выведены из советов директоров в российских нефтедобывающих компаниях и потеряли право принимать решения, соответственно лишившись всех дивидендов. Вот тут-то и начались проблемы с поставками нефти в Финляндию, хотя они были и раньше, Европа пыталась оказывать влияние на российскую экономику с целью получения сырья по еще более низким ценам. Впоследствии каналы по выкачке недорогой российской нефти за рубеж стали перекрывать самым тщательным образом и логистика стала другой. Смешивать нефть ради экспортирования в Финляндию и Европу больше не нужно в прежних объемах, более рентабельнее использовать другие схемы. В Финляндии ничего не могли с этим поделать, раньше иностранные владельцы российских нефтедобывающих компаний направляли им на переработку огромные объемы и государственная транснефть была лишь промежуточным звеном. Теперь иностранцы не имеют права принимать решения и эта нефть направлена совершенно в другие страны, вся выгода достается российским владельцам и российскому бюджету.